всем привет друзья мои здравствуйте простите за небольшой брак по звуку потому что мы находимся сейчас на карибских островах если бы точнее в доминиканской республике на острове гаити и главная достопримечательность этого места это антильское море и очень горячие барышни очень горячие барышни толстопопые и очень пышные я бы так сказал и чистое красивое море очень теплое значит мы находимся в местечке под названием бока чика не знаю что такое бока но чика это девушка с правой стороны у нас есть порт вот сейчас по кадру и даже яхтенная марина то есть стоянка для яхты дальше у нас есть много-много детей сегодня воскресенье поэтому очень много детей приехала сюда отдыхать где-то 30 километров примерно отсюда до столицы страны под названием санто доминго здесь разумеется эпицентр пляжного отдыха вот вводят возят чебуреки ола так здесь у нас смотрите зона для детей здесь и два самолета наверху этих качели два самолета детская зона одно баскетбольное кольцо одна горка три качельки значит и один даже как типа флюгер самолет у которого вращается пропеллер или винт так смотрим еще на одну горячую барышню с двумя детьми ола с пивасиком какая девочка красивая так здесь у нас есть отели и лодки смотровая башня то есть здесь бухта спасателей пункт спасателей которых я не вижу вообще кафешки под зонтиками на маленькая такая яхточка очень маленькая такая несколько очень очень мелких лодок так маленькие маленькие судна значит отели разумеется и небольшой пункт полиции очень небольшой любви нет ничего интересного просто люди отдыхают кафешка и так далее самое интересное происходит на пляже куда мы сейчас с вами возвращаемся ага дети не менее мечей играются разбитыми кокосами баскетбол значит доминиканской республике почти все местные носят шоколадный оттенок кожи некоторые более темные некоторые более светлые основной язык испанский население 10 с половиной миллионов людей причем говорят они безумно быстро поэтому понятие даже если вы знаете испанский довольно сложно есть две страны в латинской америки которые говорят безумно быстро это чили и доминиканская республика так если есть какие то вопросы можете писать комментарии внизу под этим роликом это практически райский пляж кстати это антибльское море вот мороженое поехало это гаитяне длительного очень черный цвет кожи очень черный это гаитяне они тут занимаются самой черной самой дешевой и в принципе они составляют этот основной криминал и опасность да значит антибльское море потому что на юг этого острова на юго-восток начинается гряда антибльских островов их очень много это очень дорогие богатые фешенебельные острова независимые и зависимые страны и колонии англии франции голландии и разумеется сша там очень много их и они все очень райские и там все в три раза дороже чем в сша начинается они с острова сент-мартен американских и британских гердинских островов пуэрто-рико и идут вниз там граната барбадос тринидад доминика гваделупа и много-много других заканчиваются такими островами как курасау аруба которые принадлежат вообще голландии то есть они говорят на голландском языке но вроде как независимые почти у берегов венесуэлы так там очень много островов сейчас не буду перечислять я сам их все плохо знают больше десяти штук они некоторые независимые некоторые зависимые так все они находят составляют антильские и северные с южной посмотри как носят чебуреки видите гаитяне они очень черные выносят самую самую тяжелую работу женщины либо продают что-то либо занимаются древнейшей профессией мужики работают мото такси либо составляют какой-то криминал посмотри какие барышни белые пошли это наверное русские я не знаю тут у нас отель слева от меня они меня видели там недавно и сейчас на меня уже косятся у меня тоже яркая внешность и меня сложно с кем-то перепутать вот идет барышня видите в красной красной одежде в соломенной шляпе очень черная это гаитянка а посмотрите барышня в центре кадра видите это обычный типаж местной барышни они не стесняются своей полноты это абсолютно нормальное явление для местного населения более того где это считается признаком красной holа бонжур сабабиен но, 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 но парла францей эрэс гаитяна? эрэс дэ гаити? доминикано? окей, а, ке кьерас? ке кьерас? пара ки? парфюм? парфюм? куанто куста? трэмил трэмил эс tá? двоцмил кээ сэ? парфюм? парфюм? куанто куста? трэмил трэмил эсс дэмил эсс но, 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 gracias норо, gracias сменнонтрэмил трэмил quiniento? трэмил gracias gracias adióс adióс Kei amor короче говорила мне что она доминиканка значит зарядила мне цену сейчас 60 долларов примерно один одеколон так парфюм и примерно значит 70 долларов другой они считают что каждый белый кто приезжает в их страну просто возит собой чемодан и денег а вот тут так испортили страну различные белые туристы из америки из европы и так далее они считают что каждый белый здесь это просто фантастический богач его нужно обязательно развести на деньги и что-то предложить ему в три дорога или в 10 раз дороже вот такие дела значит здесь у нас в воде там в глубине находятся заводи то есть если присмотреться там стоят такие палки так там разводят разных лобстеров устриц и так далее разную экзотическую морепродукцию так поехала лодка это вообще бар плавучий сейчас я вам покажу попробую чуть показать поближе сейчас он заходит в кадр прямо в центр кадра он появляется видите вот плавучий бар там можно отдыхать и прямо на баре там как бы это сказать квасить бухать и пьянствовать во время хождения по морю так понесли картины понесли мороженое понесли шляпы с полотенцами вот шляпы с полотенцами пошли кстати картины очень красиво должен вам сказать но еще одна детали если вы смотрите мои ролики вы наверное уже знаете что в этой стране самый популярный вид спорта это бейсбол как ни странно вот здесь глубине кадра сейчас у нас парни играют палками и специальными мячиками в бейсбол то есть они кидают отбивают там кто-то бегает и так далее это очень популярный вид спорта и в американский высшей бейсбольной лиги играет не менее четырехсот представителей и граждан доминиканской республики вот прямо сейчас мы можем наблюдать сами местных бейсболистов это такая какая-то ну как бы вам сказать культурно бессмысленная глупая игра даже правил которые я не знаю толком нужно кидать ловить и бегать это все что я знаю так товарищ наливает какие-то напитки со стаканами причем одна игра может длиться шесть-восемь часов сейчас эта красавица уйдет будет хорошо видно она ушла вот она чем-то очень похожи на крикет который когда-то был в странах английской колонии британской там примерно похожи очень высокоинтеллектуальные задачи кидать ловить и бегать надо иногда отбивать и британцы разумеется насадили его во всех своих колониях то есть пакистане в индии и прочих странах типа новой зеландии и австралии это одна из самых популярных игр я говорю про крикет здесь у нас бейсбол потому что это американская культура и страна доминиканской республики в которой мы сейчас находимся является очень зависимой от америки практически ее рабом колоссальная зависимость и кстати и связь разумеется потому что доминиканцы поставляют поставляют сигары в америку и ром и безумно рады и счастливы что куба получила эмбарго и не имеют права поставлять свои товары в америку поэтому доминиканцы крутят сигары и продают их под видом карибских сигар в сша ола а какой пацан а так значит миллион доминиканцев живет в сша и примерно 100 тысяч американцев живет в доминикане так будем заканчивать то что я уже наговорил на 10 минут даже больше поэтому мне остается только напомнить о ола там и стас пьян план ту анис тены ванту анис ватра ватра мы бьем четыре года пацану пришел со мной познакомиться так я должен заметить что они все очень дружелюбные очень открытые и общительные это в принципе очень подкупает и очень радует так завершение сказанного хотелось бы вас попросить друзья мои и товарищи чтобы вы подписались на этот канал нажали на колокольчик сделали его черного цвета и конечно же поделились роликом с друзьями написали внизу какие-нибудь комментарии и поставили лайк этому видео у нас есть такая ой бэй 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 маленький значит должен заметить у них потрясающие прически и волосы они очень кудрявые и практически неуправляемы кудрявые некоторые поэтому очень дикие прически и дикие кудри напоминающие проволоку или какой-то афро как бы это сказать но вот видите такую огромную объемную афро кудрявость ну знаю как это культурно описать этот весь процесс даже у ребенка вот этого сейчас вот уже пошла такая активная кудрявость так друзья мои спасибо всем огромное за просмотр я нахожусь уже давным-давно доминиканской республике не буду говорить даже сколько это не имеет значения в этой стране очень легко потерять счет времени потому увидимся на этом канале меня по-прежнему зовут олег иногда называют алекс и я посетил уже около восьмидесяти стран если считать повторами транзитами и малопризнанными странами и я странствую уже восьмой год пошел не так давно где-то лет пять назад да этот ролик посвящается моей сестрице Вайтенга Ольге в связи с ее днем рождения передаем горячий доминиканский карибский привет пускай лучики счастья тепла позитива немножко туристического комфорта согреют вас этими морозными зимними февральскими днями так простите за сбивчивый рассказ в этой обстановке очень сложно сосредоточиться пускай дети животные и прочие радости жизни приносят вам только позитив заканчиваем с днем рождения будьте счастливы hola amigo да будем заканчивать будем заканчивать hola amigo como estas ха 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 коры как тебя зовут сколько ты арнесто 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 да очень сколько ты мордочка в письок пришел со мной поздороваться красавец эрнесто его зовут так друзья будем заканчивать всем горячий привет будьте счастливы спасибо за просмотр